всем привет на моем канале сегодня у меня на обзоре будет комбо ресивер один из самых продаваемых комбо ресиверов он завоевал свою популярность благодаря своей цене качеству регулярному обновлению программного обеспечения функционалу я хочу проверить как у него с чувствительностью на т2 как он сканирует каналы хочу его прошить протестировать а 5 и функции youtube и функции сетевые также мы его подключим к вайфаю посмотрим что у него есть из коробки это ресивер sat integral 1311 комбо данный ресивер я еще не делал обзор он уже давненько продается на рынке и скажем так у меня не было возможности сделать на него обзор в этом ролике мы его распакуем посмотрим комплектацию посмотрим функционал из коробки отсканируем т2 канал спутник попробуем и также подключим его к вайфаю протестируем что же умеет из коробки если его не прошивать в следующих роликах мы его прошьем и также погоняем и 5 и посмотрим какие есть у него настройки что он что работает по сетевым приложениям также я хочу сравнить его с ресивером форс ультра обзор на который был живыми на канале посмотрите если вы еще не видели форс ультра будет немножко дешевле по цене этот ресивер стоит порядка 22 долларов форос стоит на 5 долларов примерно дешевле плюс-минус и у фороса ультра есть слон порт а перед просмотром не забываем подписаться на канал если вы думаете что вы подписаны все равно проверьте подписку нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новое видео также в описании есть ссылки на android smart приставки обзоры и хорошие цены на эти smart приставки где их можно купить также будет ссылка на вот этот ресивер на форос ультра где его можно также купить по хорошей цене приступаем к обзору данного ресивера и распаковки сам ресивер поставляется вот в такой вот коробочке как обычно надписи pvr 2b с вайфа youtube айпи тиви и слепой поиск с этой стороны есть описание с обратной стороны также на русском языке сат интеграл и более здесь никаких интересных надписей для нас нет открываем смотрим что у коробки пультик hdmi и сам ресивер с инструкцией также в коробке сат интеграла как обычно вкладывается такой еще дополнительный корпус из картона для за для большей фиксации что ли и здесь также не стандартно не в пленочке в такой вот упаковке идет ресивер сат интеграл металлический корпус массивная пленка которая перекрывает всю переднюю часть ресивера вот такая интересная выделенная кнопка синим таким вот синей полосой здесь на лицевой панели сразу же смотрим есть кнопки переключения каналов громкости меню и окей и кнопка включения и отключения питания эта крышечка открывается и здесь мы видим юсб порт и типа подкартоприемник весь корпус полностью металлический с этой стороны вентиляционные отверстия сверху также вентиляция слева и справа у нас также вентиляция здесь у нас с обратной стороны порты и из этих портов мы можем наблюдать вход для т2 антенны вход для спутниковой антенны для rs-232 вход то есть для прошивки восстановления под переходник миниджек 35 юсб 2 0 еще один порт девиалт hdmi коаксиальный выход и композитный выход изображения то есть для старых телевизоров также есть переключатель питания чтобы не дергать лишний раз вилочку из розетки ну и шнурок питания все такой достаточно ну скажем так по богатому сделан тюнер возможно потому у него и цена такая комплекте также есть инструкция инструкция как обычно для нынешних ресиверов особо ничем не примечательно здесь можно увидеть информацию уровне сигнала например от минус 65 до 25 дбм здесь также можно увидеть потребление данного тюнера это пола спутниковой части и по т2 части у нас диапазоны частот от 177 до 866 мегагерц входной сигнал вот такой вот сопротивление входное модуляция и тип dvbt и t2 параметры видео сигнала разрешение и остальные характеристики ресивера также некоторое описание по кнопкам по пульту ну то есть в принципе почитать можно если вы не особо разбираетесь hdmi стандартный тоненький и не очень хорошего качества и пульт ровно такой же как у нас идет в более дешевых моделях 1218 1228 и во всех принципе с от интегралах ничем не отличается абсолютно тех моделей ну и батарейки само собой я хуже поставил в комплекте они здесь были что же давайте подключим данный ресивер посмотрим что он из коробки в себе несет какие какое меню какие функционал подключим сейчас вайфай адаптер на чипе 7601 и попробуем подключиться к вайфай сети к интернету посмотрим что работает у него из коробки не прошивая данный ресивер а в следующих видео уже будем его прошивать и тестировать по функционал уже прошитого ресивера на новом по 309 сейчас есть актуальная по на 20 какой у нас сегодня 25 марта актуально для него по это 309 ресиве сад интеграл имеет на борту процессор гексин gx 6605 600 мегагерц частота у него азу 64 мегабайта и flash память 4 мегабайта поддерживать стандарты dvbs dvbs 2 dvb tt2 также есть четырехразъядной 7 сегменты дисплей на передней панели поддержит юсб вайфай адаптеры и имеет и media player с минимальным набором форматов также поддержит формат мкв есть поддержка если три звука включая ресивер подключает и 2 антенну и спутник у меня подключен 75 градус и видим стандартное лого сад интеграла и также видим абсолютно стандартный для всех бюджетных моделей сад интегралов 1228 1218 58 абсолютно стандартное меню посмотрим информацию о модели здесь с 1311 hd комбо и версия прошивки 120 стоит от 10 августа двадцатого года поддержка 7601 чипов и 5370 чипов также здесь есть в разделе installation есть еще один пункт terrestrial давайте сюда сразу зайдем и здесь можно сделать автопоиск давайте сначала сделаем язык меню русский заходим в system settings system и я поставлю язык также здесь мы можем видеть стандартные абсолютно настройки авто включения лист последних каналов громкость что мы будем видеть на дисплее время либо уровень сигнала либо номер канала глубокий сон но опять же прошивка заводская в заводской прошивки здесь не так уж и много настроек в установках есть эфирные и установка антен установка антенны абсолютно стандартная для сад интегралов сейчас отсканирую одну частоту 75 градуса у меня подключена антенна 75 градуса на десеке 4 порт выбран отсканируем просто один этот транспондер а вот так сохраняем теперь зайду эфирные пункт эфирная выглядит следующим образом здесь у нас есть автопоиск можно искать открытые либо кодированные каналы можно выбрать только открытые и вот так здесь происходит поиск вверху мы видим частоты там внизу уровень и качество она почему-то стоит по нулям а под той причине что мы еще ничего не настроили в f power здесь мы можем включить питание на усилитель он или of не очень такой информативный пункт меню конфигурация зоны давайте зайдем что имеется ввиду под конфигурации зоны но это выбор страны да здесь меню не совсем удобно и интересное не так понятно сделано как на том же комбики от world vision да и в принципе на т2 тюнерах и нахожу я здесь украину из коробки в разделе ручной поиск можно также выбрать вот так вот по частот на те частоты которые нам нужны давайте станем на стандартную для нас частоту 554 здесь можно удалить частоту добавить ее нажав зеленую кнопку отредактировать пиды и по нажатию на синюю кнопку просто отсканировать данную частоту уровень и качество у меня молчит по нажатию кнопку на кнопку fall можно также отредактировать частоту как видим здесь уровень у меня стоит по нулям давайте выберу еще одну частоту которую меня здесь принимается лучше на комнатную антенну это 650 частота уровень на нулях качество скачет поставлю галочку и нажму синюю кнопку сетевой поиск предлагается ну давайте без сетевого пока обойдемся просто отсканируем и так как я не пытался понять логику вот этих вот шкал уровень и качество у меня качество где-то 30 40 до 50 поднимается но уровня при этом нет канала не сканируется хотя на этом же месте с этой же антенна у меня сканировались канал и на тайгер т2 и на вордвижн форос и на юклане т2 и на остальных ресиверах здесь же либо чувствительность очень слабая либо вообще непонятно что здесь и как работает точно могу сказать что этот девайс из коробки эксплуатировать не получится его нужно будет прошивать много бюджетных контроль доступа usd время дополнение usb меню и менеджер usb здесь мы будем прошивать ресивер информацию мы уже смотрели в сети настройка сети вайфая и здесь установка 3g работает он с 3g модемами в сетевых приложениях из коробки есть только лишь rss поэтому здесь не разгуляться что что написано коробки youtube и все остальные вот эти вот вещи это все будет доступно только после перепрошивки ресивера а я подразумеваю то что нарисована и написано коробки должно быть сразу из коробки поэтому если вы покупаете 1311 будьте готовы к тому что вам нужно будет скачивать прошивку обновлять его обязательно потому что ничего здесь без обновления особо работать не будет плюс непонятно этот раздел эфирная которая подтупливает и особо для меня непонятно как то работает итак попробую разобраться с т2 частью данного приемника но могу сказать сразу что здесь шкала не информативное непонятное потому что но для обычного пользователя это будет сложно его настроить сейчас я возьму ту же антенну которую использую своих основных видео по т2 антеннам и под т2 тюнерам это антенна комнатная и она принимала все частоты абсолютно без проблем вот эта частота работала на всех т2 ресиверах которые от тестировал на форесе немножко поднять пришлось и вот на этом тюнере вот смотрите уровень поднимается до 98 процентов только когда я поднимаю вообще высоко достаточно высоко эту антенну причем качество при этом от 60 уровня 0 и потом резко уровень скачет на 98 то есть в базовой прошивке которая идет коробки настраивать т2 антенну по данному тюнеру вообще невозможно вот смотрите я сейчас поворачиваю антенну поднимаю 0 качество вообще непонятно как она работает 46 качество 99 уровень 99 при этом как мы знаем уровень в базе сад интеграла в 1218 пример это просто нагрузка которая отвечает за то что на конце кабеля что то есть попробовать сканировать 47 качество качество 47 уровень по нулям и тем не менее сканировать канал то есть вот как-то вот так вот это работает не совсем понятно для меня в сетевой пояс давайте попробуем включим что такой сетевой поиск на т2 абсолютно никакой никакой разницы ничего не поменялось все также работает вот смотрите 97 98 и качество при этом 48 то же качество которое было и при нуле уровня и тем не менее ну вот как то вот так вот получается однозначно тюнер по чувствительности ниже чем остальные тюнера который тестировал те же особенно т2 тюнера без встроенного с 2 тюна то есть не комбо тюнера у них чувствительность повыше будет 586 та же история смотрите я сейчас пытаюсь сориентировать антенну поворачиваю вот уровень стоит по нулям качество 50 вот 99 при этом я очень медленно поворачиваю антенну 47 и 99 сразу уровень скачет давайте еще раз включу 586 частоту попробует сканировать 45 процентов поворачиваю антенну 0 и качество и уровень по нулям кабель подключен тем не менее поворачиваю еще выше поднимаю по нулям вообще 92 это минимально 86 99 то есть по какой шкале ориентироваться для постройки вы с этим тюнером ничего не настроить и абсолютно у вас должна быть антенна уже настроена что что-то понимать вот эти каналы все принципе работает а в общем я думаю вам понятен мой вывод по данному россию на этом видео заканчиваем всем спасибо за просмотр и подписываемся смотрим другие видео пока